Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Сегодняшней нашей пищей для ума будет большой достаточно текст, посвященный вещам Warforge и Titanforge. Предметы, закаленные в бою, и кованные титанами. Впервые эта система закаленных и кованых титанами вещей была добавлена в припатче Легиона. И вот Легион уже, да, прошел, получается, сколько? Два года. Battle for Zero дополнение идет. Сколько прошло? Полгода. В августе год будет. Все прекрасно, все хорошо. Но люди-то, оказывается, жаловаться начинают насчет того, что их видители не устраивает эта система. Почему бы? Казалось. А вот мы сейчас по поводу этого и поговорим. Собственно, сидел, стримил, осваивал мега круто. Видео с его убийством, кстати, есть на Ютубе. Кому интересно, можете глянуть. Это самые лучшие 9 минут проведенной жизни моей на нем. Ну, хотя умноженных так на 200. Окей. Скидывает мне текст в дискорд. Макс, вот есть такая статейка. Будь добр. Посиди, почитай ее. Может, что-то для себя интересного извлечешь. Там математически что-то просчитаешь. А я думаю, а может, я вам расскажу даже. Кому-то интересно, быть может, будет. Так вот. Недавно на форуме игрок создал тему, который начал жаловаться о том, что его не устраивает система проковыпадающих предметов. Ну, она, в принципе, никого не устраивает. На самом-то деле. Я сейчас все объясню, все расскажу. Подождите, дайте мне только немножко времени. Сейчас я раскастуюсь. Свою точку зрения он объяснял тем, что некоторые рейдеры сутками не получают нужных вещей. Кто-то делает одиночный контент, им выпадающие вещи прокают, и они становятся такими же одетыми, как рейдеры. Ну, одиночный контент, на самом деле, текущий момент в игре, это локалки. Ты можешь сделать их соло спокойно. Чтобы ходить мифик плюсы, бесконечно тебе нужно 5 человек. Чтобы ходить нормал рейд, тебе нужно от 10 до 30 человек. Чтобы героик ходить, аналогично. Мифик, ну, там статики, гильдии, то есть рандомами там уже не соберешься, в принципе. Но а ЛФР можно ли считать за сложность? Ну, в принципе, да, соло-регаешься, там, с ребятами проходишь. Иногда не с ребятами, по-разному. Ну, как прокнет, окей. По мнению игрока, проки шмоток в одиночном контенте нужно запретить, потому что якобы умоляют заслуги рейдеров, рейдеров и мификлюсеров. Я не думаю, что насчет одиночного контента вообще, в принципе, это нужно, типа, что-то делать. И, то есть, это реально локалки самые обычные. Ну, что еще можно воспринимать под одиночным контентом? Пет-баттлы? Ты за них вообще шмот никакой не получаешь. А что еще? Ну, я не знаю. Более я никакого не припомню в этой игре соло-контента. И к этому обсуждению, которое велось на форуме какое-то там количество дней, недель, не знаю, подключился специалист по работе с сообществом, Барнак, гейммастер самый обычный, как я правильно понимаю, и пояснил некоторые моменты, чтобы люди стали лучше понимать суть этих самых проков и мотивы разработчиков, их добавляющих. Прошло два с половиной года, люди начали паниковать насчет Warforge, Titanforge, и наконец-то какой-то специалист по работе с сообществом взял на себя груз ответственности и высказался за всю компанию насчет этих проков. Вот это я понимаю сильно. Так вот, первое, что им было написано. Получить неожиданно прокнувшую шмотку – это здорово и приятно. Еще приятно ожидать и гадать, прокнет или нет. Это вносит некий элемент сюрприза. Знаете, вот, ходя в рейды, в принципе, можно лутать проки, можно лутать их в хорошем количестве, все хорошо. То, что мы ими радуемся, всеми этими проками, да, не спорю. Вставлю клип, где я радуюсь 425-й пушке. Так вот, надеюсь, посмотрели его, да, все хорошо, порадовались за меня тоже, вам взаимной удачи желаю. Иногда падает вещь, которую хотелось бы получить в Варфордж или Титанфордж, но она падает обычной. И в принципе, радость получения вещи отпадает. Хочется вообще ее просто выкинуть и забыть, что тебе упала мифическая шмотка с этого босса, эпохальная. И по итогу, ну, вот эта вот приятность теряется. Да, когда прокает, приятно, не отрицаю, все хорошо, классно. Идем к следующему пункту. Игрок, занимающийся только соло-контентом, не перегонит тех, кто участвует в аскоранговом PvP, проходит сложные рейды и закрывает большие ключи. Мысль верная. Но как большие ключи влияют на итем-левел вещей? Десятые ключи, двадцатые ключи, разница лишь только в количестве. Ну, можно пройти два десятых ключа в таймер или один двадцатый, получить в принципе одинаковое количество шмота. Ну, то есть разница не особо, ты просто чуточку времени больше, возможно, потратишь, да и все. Сложные рейды, да, хороший шмот падает, не отрицаю. В аскоранговое PvP аналогично, но соло-контент, локалки, конечно, игрок не перегонит. Ясное дело, нужно чем-то еще заниматься для получения эквипмента в этой игре. Это просто невозможно, потому что предметы могут усилиться, лишь на конкретное максимальное значение, выше которого не прыгнут. Ну, да, мысль верная, вся вот эта написанная под вторым пунктом, но то, что вот закрывает большие ключи, фраза как-то ставит немножко в сомнение, потому что, ну, правда, то есть что выше десятого по шмоту, ничего не меняется, падает аналогичное количество лейтам левела 400 и все. Третий пункт. Благодаря такой системе у игроков есть мотивация продолжать играть даже тогда, когда они вроде бы одеты в лучший шмот, поскольку всегда есть шанс, что какая-то шмотка упадет и прокнут до кованой титанами. Например, если убрать ту систему, то человек, получивший себе нужные предметы с конкретного рейда, просто не захочет туда ходить. Да вы гляньте вообще шмот с рейда. Там на каких-то вещах вообще статы не те. Какие-то тринки вообще не хочется надевать, кольца мусор, какие-то слоты занимаются крафтами и вообще смысла нету в рейд ходить. Азеритки покупаются за пыль титанов? Нек нам дали? Да все дали. Только я не знаю, сиди хоть что-нибудь делай, там Нек прокачай себе, чтобы азеритки качнуть и все. То есть убивается ластовый босс? Все, тебе лут не нужен в теории. Ты молодец, ты закрыл контент, ты можешь отдыхать. Ну чуть-чуть там подготовься к следующему рейду просто и все. Но пока ты будешь идти к этому ласту, ты как бы уже надропаешь до кучи вещей. И вот эти вот титан форджи, они конечно помогут убить боссов там последних, предпоследних. Это бы все классно. Но шанс их дропа крайне мал. Ты очень мало налутаешь титан форджей на пути к ласту. Вот и все. Вероятность того, что выпавший предмет прокнут у всех одинаковый, четвертый пункт уже, это рандом. И если у кого-то с пятого троя ничего не прокает, а у кого-то прокает с первого захода в игру, это нормально? Так бывает. Нет, ну в принципе-то конечно, да, это нормально. Да, 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 да. Так было в самых первых рейдах игры, это элемент случайности, без которого игра была бы серой и скучной. Представьте, вы идете на босс и 100% уверены, что вам упадет, к примеру, шлем. Не так уж и плохо, скажете вы, но ведь вы играете не один, а остальные 19 игроков тоже идут на этого босса и тоже 100% получат по шлему. В чем интерес? Ну вот насчет последних двух строк я ничего не скажу, потому что в первые рейды игры я не играл и собираюсь ли играть? Кстати, хороший вопрос, там летом классик выходит. Надо насчет этого еще подумать чуточку. Но вот то, что в первой строчке написано, это конечно бомбезно. Каково ваше отношение будет к человеку, который первый раз придя в рейд, полутает вещь, за которую вы ходите месяц? Потому что пятый трай в условии рейдового контента это 35 дней, в одном месяце 30 дней, ну собственно округлим месяц, да, получается. Вы в течение месяца ходите в рейд, он в первый раз пришел, он лутает на данный момент максимальную 425-ю вещь, вы сидите с носом там с какой-нибудь хэмной, нормал шмоткой 385-й, 400-й, может там чуть-чуть пробнутый, там чуть выше этим левелом. Приятно? Нет. Рейдовые эпохальные героические экипировки лучше той, пятый пункт, которую игрок может получить за соло-контент. Конечно, на то он и эпохальный, и героический экипп, само собой, было бы удивительно, если соло-контент, люди лутали бы экипп выше, это какой-то вообще-то кретинизм. Экипировку уровня нормала собрать в одиночку можно. Что? Я сейчас своим Блад ДК пойду в рейд нормал и в одиночку пойду собирать экипировку уровня нормала. Хорошо. Будет исполнено. В этом нет ничего страшного, ведь игрок тоже тратит время и силы на это, возможно даже больше времени и сил, чем рейдеры. Не понял. Экипировку уровня нормала нужно собрать в одиночку, в этом нет ничего страшного, ведь игрок тоже тратит время и силы на это, возможно даже больше времени и сил, чем рейдеры. То есть... А, ничего себе, если до меня правильно дошла эта мысль, так это получается, что людей, ходящих в нормал рейды, не считают рейдерами? Вот это да. Обычно меня называют часовой человеком. Тут вот как все вырисовывается, интересно. Если я, конечно, правильно понял. Ладно. Шестой пункт. Мнение о том, что для прогресса нужно заниматься абсолютно всеми возможными типами контента в игре, ошибочно. Эта игра делает и то, что вам нравится. Ну, в принципе, верно, конечно. Я могу идти целовать белочек. Я не получу с этого шмот. Я могу заниматься пет-баттлами. Я не получу шмот. Я могу фармить маунтов в старых контентах. Я не получу актуальный шмот. Вопрос. Просто нужно цель себе конкретную какую-то поставить. И то есть ради чего ты играешь в эту игру? Такой вопрос себе нужно задать. Само собой, это игра. Все в ней играют ради чего-то своего. Кто хочет покорять рейды, тот занимается выбиванием шмота, улучшением личного скилла и всем таким прочим. Тот, кто нет, тот занимается вообще другим каким-либо делом. И все бы хорошо. Но связь, связь в этом какая, если связать это к теме Станфорджи и Варфорджи? Алло! К чему этот пункт здесь? Я не понимаю вообще, что происходит, зачем это тут? То есть, почему это мнение ошибочно? Я могу закрыть 10-й ключ, слутать оттуда вещь хорошую. Я могу закрыть эпохальный рейд, я могу оттуда вещей налутаться. Даже пусть не пропнутых, это уже будет скорее всего плюс. Если ты никогда не был в мифике, то 100% плюс. Монетки еще можно раскидать, если они накопились в хорошем количестве. Я пойду себе пвп рейтинг сделаю? Тысяч 7! Окей, ладно, ну там. 2-2-400, к примеру, да? Я полутаю какую-нибудь 410-ю, 415-ю шмотку с пвп недельного сундука. Почему мнение-то ошибочно? Ну, то есть, можно все делать в этой игре с целью получения эквипа. Даже пусть не пропнутого. Это уже будет плюсом для персонажа. Зачем его пропать в принципе тогда? Вот. Тоже интересно весьма. Вы ведь непрофессиональный рейдер, в конце концов. Если хотите им стать, будьте готовы стойко переносить все тяготы и лишения, связанные с этим званием. Ничего не дается просто так. Ну, смотря на топовые гильдии, далеко не шмот решает в убийстве боссов. Да, быть может, там какая-нибудь тринка важна, какой-нибудь эзеритовый трейд в текущий момент, да, в БФА. Но не более того. То есть, шмотом боссы в половине случаев не убиваются. Убиваются личным скиллом. Вот и все. Разработчики статуют контент для разных игроков. Времена, когда утверждение WoW игра про рейды было верным. Канули в лету. Ну, да, то есть, в Warcraft сейчас очень много контента и, как говорится, не только рейды. Восьмой пункт, завершающий. В игре есть простой контент, за который можно получать достаточно крутые предметы. Например, фронты. За них вы получите лишь одну шмотку в неделю, не больше. Ну, вообще-то, там промежуток больше, чем неделя. Ну, ладно, хорошо. Быть может, это просто в среднем. Да хотя нет, ну, типа, там циклы идут так, что ты регаешь его один раз в течение недели. Потом открываются локалки вместе с World Boss'ом. Потом, насколько я правильно помню, идут сборы ресурсов. И вот эти сборы ресурсов могут идти такое хорошее время. И, по итогу-то, там не одна шмотка в неделю. Да, когда ты регаешься на фронт, ты получаешь вещь. Когда ты убиваешь World Boss'а, ты можешь вообще ничего не получить. Это обычный, как рейдовый босс просто, с которого также тебе может упасть сила артефакта или голда. То есть, гарантированного лута там нету. Соучастие в прохождении сложных рейдов, ключей и завыскоуровневые сражения на арене, вы можете получать их практически сколько угодно. Дайте мне рейд мифический, из которого можно получать шмот сколько угодно и ходить в него сколько угодно. Я зафармлю этого первого босса на всех своих твинках, каких только возможно, и залутаю 425-м шмотом. Пожалуйста, если это можно делать сколько угодно, я хочу проходить сложные рейды сколько угодно. Это интересно. Почему бы и нет? А нельзя? Просто нельзя. Также Барнак задал игрокам несколько вопросов, которые помогут разработчикам лучше понять, чего же мы, комьюнити, хотим. Вот, собственно, идут вопросы нам. То есть, мы комьюнити, мы потребители, мы можем, в принципе, ответить на эти вопросы. Вы тоже в комментариях можете на них ответить. Почему бы и нет? Интерактив. Какие способы добычи предметов дают ощущение того, что вы заслужили его потом и кровью, а какие нет? Какие вы считаете, важно ли, откуда игрок получил свою экипировку? Окей, первый вопрос. Какие способы добычи предметов дают ощущение того, что вы заслужили его потом и кровью, а какие нет? Ну, знаете, вот раньше во время леча Я сейчас вообще куда-то ушел не туда, скорее всего, ностальгирую в те времена, которые я не играл Но механика получения добычи вот в тот момент была весьма хороша То, что ты лутал увеличенного эквипа вещи лишь только при условии определенного убийства босса Это было идеально И вот в принципе бы так бы все оставалось и отлично было бы Но в текущих энкаунтерах это особо не реализовать, увы А идея была хорошая, на самом деле То есть ты идешь босса убивать Это в Ультуаре очень было распространено, насколько я правильно помню, по луту И вот просто ты убьешь босса, тебе одна экипировка упадет Убьешься с определенным условием, там, по-моему, нажимая или не нажимая кнопку на... Гноме-роботе в Ультуаре, как он назывался-то? Я думаю, вы поняли меня Так вот, там что-нибудь особенное падало, к примеру И то есть вот такие вот какие-то механики, да, это реально потом и кровью Иначе не скажешь Как вы считаете, важно ли, откуда игрок получил свою экипировку? Да пусть он хоть с белки ее получит, на самом деле Но самое главное, чтобы она слишком сильно не прокала К примеру, сейчас в Battle for Azeroth есть ограничение на пушки Плюс 10, не спорьте И... то есть ты идешь в мифик плюс Ты вместо 400 можешь полутать максимум 410-ю пушку Ты идешь в мифический рейд, вместо 415-ю, к примеру, ты можешь полутать 425-ю На недельные сундуки, увы, это ограничение не распространяется Там может хоть 425-я шмотка в виде пушки упасть И... то есть, ну, как-то так Надеюсь, я на вопрос ответил Мой ответ вам понятен Появляется ли у вас ощущение, что для прогресса нужно проходить все контенты? Конечно Само собой Залутался оттуда, залутался отсюда, залутался здесь, залутался там Все Что-то собрал, уже можешь в рейды ходить Почему бы и нет? Нужно миксовать абсолютно все С целью того, чтобы прогрессировать в этом контенте Сходил фронт, сходил, Arena Cup отбил Сходил там, я не знаю, нападения вот сейчас акруальны Всякие там ордынские, альянсские с выполнением локалочек Почему бы и нет? Ты оттуда лутаешься То есть, там-там-там-там-там что-то насобирал Уже какой-то реальный эквип есть Кстати, недавно видосик на ютубе был По одеванию своего персонажа И всяких вот этих вот методах одевания Если вам интересно это Если вы еще только там начали играть Не понимаете, откуда шмот берется То гляньте обязательно Появляется ли чувство тревоги, невыполненного долга Из-за того, что что-то сделать не успеваете? Я помню, я во вторник ночью отбивал Arena Cup С целью того, чтобы ПВП-сундук скрыть на следующей неделе Вот есть такое чувство, да Постоянно, конечно Сидишь уже на выходных, уже в субботу, воскресенье, да Хотя ресеты в среду происходят на Европе сейчас И уже думаешь Я вот недельные сундуки не закрыл Надо бы как-то, ну, подготовиться Там, какой-нибудь ключик стрельнуть Несложный какой-нибудь, да Чтобы особо не напрягаться, типа, в этой игре Вот Должен для высокого уровня ПВЕ-контент быть единственным источником лучшей экипировки А ПВП тогда игрокам что делать? Да, там скалирование идет и все такое прочее Но Это будет ущемлять обычных игроков Которые, в принципе, не хотят мификрейды рейдить Или их просто не берут, например Или же Они не нужны на каком-то конкретном боссе Вы видели, что сейчас происходит в мифическом захвате Вот в этом битве за Дазара лор? Милишники вообще не нужны Берутся в количестве там двух-трех на босса А дамагеров всего в рейде сколько у нас там? Четырнадцать Два танка, четыре, пять хиллов И получается Тринадцать-четырнадцать дамагеров Но Два-три из них это милишники Какой-нибудь там Дехарога Варпал Все Классно? Классно Волнует ли вас то, что и как игроки Получают занимающиеся другим контентом? Это как провокационный вопрос Волнует ли вас то, что и как получают игроки Занимающиеся другим контентом? А к чему этот вопрос вообще здесь? Самое главное, чтобы игроки что-то делали Чтобы получать шмот Самым лучшим игроком, самым лучшим тиммейтом для меня Будет являться человек, который пытается персонально расти в этой игре И что-то в ней пытается делать для благ рейда В плане получения шмота, исправления ошибок и всего такого прочего Так что пускай люди хоть что-то делают Если вы знаете, что в рейде можно получить два оружия Ого, ну это фуриваром вопрос Я за таких не играю Увы Хотя, наверное, к счастью Одно из которых сильнее другого Будете ли вы стараться получить то, что слабее При слове того, что он будет сильнее того, что у вас сейчас? Ну хочется-то сразу бисовые вещи пролутать на самом деле Но если ты попадаешь только на босса, где падает слабая пушка То что тебе делать? Как это исправлять? Ну что-то может с мифик плюса дропнуть Если там пушка по условию слабая, средняя, сильная Дропает хотя бы средняя пушка То почему бы и нет? Вот как-то так Но знаете, слишком много вопросов еще с этого складывается Слишком много дыр В плане вот этих закаленных вещей Кованых титанами вещей И это не особо по кайфу А ведь в самом начале Когда только вводили вот эти вещи Титанфордж Блюпостом было написано Что к базовому уровню предмета 835 потребуется 12 улучшений Чтобы вещь стала 895 Долго ли коротко? Шанс этого будет равняться 1 к 4096 Если мы предположим, что вы будете получать Под 2-3 вещи в неделю Целиком зачищая эту сложность То вам придется заниматься этим в течение 21 года Чтобы получить вещь 895 уровня При примерно 50% шансе Сколько вы за всю игру налутали вещей Увеличенных по итем левелу на 60 Вспомните прошлые дополнения Если есть скрины, приложите их Я уверен Вы играли Менее, чем 21 год Я в этом уверен Вот Так что Это все теория На самом деле И все эти закаленные предметы Кованные титанами Нужно убирать к чертовой матери Потому что Ну это вообще бесполезно Пускай люди лутаются Спокойно там С мифик рейда в нормальный шмот С пвп Воскоуровневого Но Хотя бы давайте без кованых титан Вещей Вот закаленные вещи Плюс 5-10 Все, хватит Больше Не надо Я Очень хочу, чтобы В обновлении 9.0 Я никогда не видел Вещи, кованные титанами Абсолютно ни у кого Потому что Если я скажу Что я не хочу видеть Вещи, кованные титанами У себя А эта механика Будет присутствовать в игре То я сам на себя наговорю И по итогу Я ничего не буду лутать Мне с того будет грустно Вот А то есть Как бы если эту механику Удалят в принципе Это будет идеально Вот Закаленные предметы Плюс 5-10 Эквипа Это хорошо Это классно Это не дает особый буст Игрокам Которые Там впервые в рейд пришли Которым повезло Это Ну чуть-чуть Их задабривает Чуть-чуть Заставляет заниматься Большей степенью Какого-то контента И чуть-чуть Вдохновляет Играть в эту игру Просто-напросто Вот и все Еще Как только вышла Вся эта система По увеличению шмота Я высказался Что будут недовольные И их будет очень много Ну Вот собственно Весь итог Который Сложился После Вот этой вот Двух с половиной Годовалой ситуации Я ни в коем случае Не хочу выставить Как-то что-то неправильно В этой сфере Но Мне кажется Она себя изжила В Легионе-то в принципе Люди недовольны были Но зачем ее В БФА было продолжать Я не знаю Это как-то Ни к чему Если честно Как-то так Всех вам благ Счастья, здоровья Побольше проков Надеюсь Этой фразы Не будет в 9-0 Думаю Все будет хорошо Все будет прекрасно Все будет радужно Солнечно И замечательно Берегите ноги До скорого